Девушки отдыхают Нижний Новгород встретил нас митингом, но, конечно, это шествие организовали не совсем к нашему приезду, ну или, как минимум, не только для нас. Большая Покровская – лучшее место, где можно погулять до заселения в гостиницу. Туда мы и отправились. А вот так неожиданно мы участвуем в параде в Нижнем Новгороде в первомайской демонстрации. Последний раз я участвовала в первомайской демонстрации, наверное, еще в школе, когда мы с обручами и летами на площади участвовали в каких-то там постановках. Невозможно было остаться в стороне, хотя бы потому, что шествие растянулось на всю улицу. Посещать город в праздничный день – это нечто особенное. Градус настроения сразу поднялся до верхних пределов, а значит, путешествие сложится в том же духе. Первый раз идем заселяться в гостиницу в парадном шествии в таком количестве людей с таким окружением. Надеюсь, все эти люди не идут в нашу гостиницу, иначе нам там просто не хватит места. Пока мы идем в гостиницу, расскажу, что бронировать номера можно не только на Букинг-Коме. Когда мы собрались в Нижний Новгород, все более-менее приемлемые по цене предложения были разобраны. Не получается у нас за три месяца начинать всю эту подготовку. Остались либо отели, расположенные далеко от центра, либо дорогущие. Но мужу удалось найти ключ от этого замка. Оказывается, гостиницы, у которых нет интернет-системы бронирования, на Букинге не внесены. Наш отель «Премьер» там тоже не значился. А между прочим, он в самом центре города, рядом с площадью Горького. Номер у нас, конечно, потрясающий. У нас еще никогда не было такого, во-первых, огромного номера, чтобы и кровать, и столик с креслами. Занять номер можно было только по старинке, позвонить или заполнить соответствующую заявку на сайте. Тогда вам перезвонят из отеля. Номер очень порадовал. Просторно, чисто, красиво. Картины, конечно, не с видами Нижнего Новгорода, но ничего, сойдет и Венеция. Часики Санкт-Петербург и почти живой цветок. Ирония иронии, но отели вправду весьма приятные. А вот здесь я буду пить чай. И, ой, счастье, курить в номерах запрещено, а значит, не будет преследовать этот невыносимый запах. Исследуем дальше. В шкафу мы нашли халатики, а в ванной – приличные наборы для гигиены с зубными щетками, бритвенным станком и даже лосьоном для тела. Завтраки – непривычный шведский стол. На ресепшене накануне выдаются листочки со списком блюд. Вечером нужно сформировать заказ в пределах 300 рублей. Если не уложился, придется доплачивать. Мы укладывались и голодными не оставались. Конечно, улица Большая Покровка тоже считается достопримечательностью, но мы уже успели по ней погулять до соселения в гостиницу. А осмотр других достопримечательностей начнем с Нижегородского Кремля. Кстати, построен в 14 веке. За моей спиной Дмитровская башня. Я вижу, что на стену поднимаются люди. Мы сейчас тоже попробуем подняться на стену, а может быть и куда-нибудь повыше. Сегодня, оказывается, вход на эту стену бесплатный. Хотя в обычные дни стоит 100 рублей. Казалось бы, праздничный день, 1 мая, куча туристов. Собирайте деньги. Но нет, вот приняли такое решение в руководстве музея, видимо, или в городской администрации. Не знаю, сделать вход бесплатным. Здорово. И здорово, что мы пошли сегодня на эту стену. Гулять по стене нужно осторожно, потому что здесь подстерегают такие опасности. Я чуть не упала. Кремлевская стена – это не только прекрасная обзорная площадка. Об этом я еще скажу позже. Это целый туристический маршрут. В башнях можно встретить ресторанчики. Весьма атмосферные места. На некоторые выставки тоже можно попасть через стену. Ну а какие-то двери заперты. И неизвестно, что таят музейщики в этих застенках. Тайницкая башня заперта на замок. А теперь куда смотреть? Под ноги, конечно, но и на город. Холмистый Нижний Новгород во всей красе открывается с высоты своего Кремля. Вид, который открывается со стены на город, значительно интереснее, чем тот вид, который открывается на территорию внутри Кремля. Потому что внутри Кремля сплошная стройка. Вот так внутри, вот так снаружи. Внутри, снаружи. Будем смотреть на город. В том месте, где стена приближается к Волге, панорама все живописнее. Купола церквей, домики разных времен постройки и великолепная стрелка. Ака в районе Нижнего Новгорода тоже довольно широка. Слияние ее с Волгой похоже на морской залив. Столько воды. Ух! Интересно исследовать и строение стены. Она окружает холм и построена с такими перепадами высот, что сложно представить. Мощная и надежная кажется, что и люди здесь жили какие-то другие. По крайней мере, ступеньки даже мне показались слишком высокими. Мне кажется, у людей раньше ноги были что-ли длиннее, что-то уж очень высокие ступени. Шучу-шучу, я не упала. И не по таким ступенькам приходилось спускаться и подниматься. Тут хоть широко и можно разойтись со встречными туристами. Ступеньки просто для каких-то великанов. Вроде у меня ножки не короткие. И то непросто по ним ходить. Выход из стены привел нас прямо к Волге. Вот по той стене мы только что ходили. Да, Нижний Новгород весьма так высокий. Отсюда Большая Покровская очень далеко наверху. Так что, может и не стоит гоняться за гостиницами на набережной. Все-таки вся жизнь там. В Нижнем Новгороде, мне кажется, очень полезны прогулки пешком. Потому что такие перепады высот, куча лестниц, куча холмов. Так что, можно натренировать ноги и не обязательно идти в спортивный зал. Тем более, здесь очень-очень-очень-очень красиво. Снизу тоже видно, какой холмистый этот город. Но все-таки с земли нет точки обзора, чтобы весь Кремль можно было охватить глазами и понять, насколько его стены протяженные. А вот с Волги, уверена, увидеть можно будет все. Прогулочный кораблик мы нашли у подножия Чкаловской лестницы. С полудня пять раз в день, с интервалом в два часа, он отчаливает, чтобы курсировать по Волге и Оке. Бесстрашные моряки не боятся ветра. Умеем мы выбирать погоду для водных развлечений, но тем интереснее. До отправления было время исследовать кораблик и убедиться в его надежности. Или в ненадежности. Я все равно в этом не разбираюсь. Вода так близко, такое ощущение, как будто мы в подводной лодке и сейчас будем погружаться. Если, не дай бог, то лучше уж быть наверху. Ветер не унимался, но эмоции, они такие, все ни по чем. Мне кажется, даже солнце подстроилось и выглянуло, и сейчас светит. Это вообще очень круто все. Куда мы движемся, понятия не имею. Увидели с берега этот корабль, увидели надпись «Речные прогулки». Сели, и вот мы где-то посредине Волги. Далеко не все рискнули наблюдать пейзажи на верхней палубе. А я люблю ветер. Он меня совсем не раздражает. Такая сила и мощь, как можно гневаться на него? Все трусы, все сбежали вниз. А не мы здесь, на ветру, на Волге. Прогулка не сопровождалась экскурсией, но впечатлений и так хватило. Они были в первую очередь визуальные. Закатное солнце, футуристичные мосты, перекинувшиеся через водную гладь. Волга словно дышала миллионами существ, напряженно и волнительно. Вот он, знаменитый метромост. Вот речной вокзал. Вот он, Кремль, опоясавший холм. А затем снова Чкаловская лестница. И мы движемся уже в противоположную от стрелки сторону. Впереди канатная дорога. О боже, на нее мы тоже собирались. Но как найти в себе смелость? Это кажется очень страшно. Просто с ума сойти, как страшно. Эти малюсенькие кабинки над пропастью Волги и такой ветер. Забегая вперед, скажу, что мы все-таки рискнули. Наша прогулка заканчивается. Хорошо на воде. И вот снова мы у подножия Чкаловской лестницы. Там наверху площадь Минина и Пожарского. Центр, но сначала 560 ступеней. Почему-то меня это не расстраивает. После ночи в поезде и всех этих утренних маршей энергии не убавляется. А будто наоборот наполняет меня. Имеет смысл вдоволь напрыгаться. Потому что я думаю, после того, как мы поднимемся на воту лестницу, ноги будут просто отваливаться. И завтра мы уже едва сможем ходить, не то чтобы прыгать. Вообще, такие пространства. Огромный этот холм, огромная крепостная стена, которая находится так далеко. И очень-очень много ступенек. Барабанная дробь. Вперед, покорять Чкаловскую лестницу. Сейчас я нормально. Все это дурачество. В лестнице нет ничего страшного. Кто отдыхал на гористом побережье, например, на юге Крыма, меня поймет. К тому же по пути можно посидеть на перилах или постоять, глядя на прекрасные панорамы Волги. Мы сделали это, не сказать, что легко, но в принципе даже дыхание не сильно сбилось. Признаюсь честно, на следующий день ноги не болели и даже не побаливали. Чкаловская лестница, набережная Волги, Кремль, Большая Покровская делают город и впечатление туриста. Тут много старинных особняков, театр, суд, арт-пространство, много скульптур, самых необычных. Есть влюбленная парочка, есть фотограф и даже чистильщик обуви. Или вот, например, откуда-то взялась коза. А на фасаде кошки охотятся за голубями. Это лучшие места Нижнего Новгорода. А вот улочки и дворики в двух шагах могут удивить. Не буду говорить приятно или неприятно, просто есть и такая особенная достопримечательность – старенькие деревянные дома. Некоторые из них вполне себе ничего, обитаемые и более-менее ухоженные. В Нижнем Новгороде очень много деревянных домиков. И вот один из тех, в котором есть даже большие пластиковые окна. Хотя в большей степени эти дома чаще такие уже очень ветхие, едва-едва стоят на своих опорах и вот-вот разрушатся. В некоторых из них есть шторы, но, блин, там страшно жить, мне кажется. Это не окраина города, мы не искали что-то подобное намеренно, но просто невозможно не заметить. Такие дома есть прямо рядом с площадью Горького. На бульваре недалеко от Большой Покровской ветшает это необычное здание. Во многих городах так называемые плоские дома становятся достопримечательностью, а здесь и разместился секс-шоп. Я могу ошибаться, но сложилось впечатление, что в городе только и ждут, когда эти старички развалятся, чтобы поскорее занять место в центре. Этот дом уже явно похоронили. Вот еще домик деревянный. Мне кажется, в ближайшее время он случайно сгорит. На его месте построят какой-то торговый центр или магазин. Я понимаю, что деревянные дома не вечны, но все равно жаль их. Они бы украсили архитектуру исторического центра, если бы их смогли сохранить. Ну а мы намерены продолжить изучение Нижнего Новгорода на обзорной экскурсии. Здесь организованы автобусы, которые выезжают за пределы Кремля и Покровской. А это нам и нужно, чтобы собрать некое целостное впечатление о городе. Обзорная экскурсия, которую мы нашли по Нижнему Новгороду, она формируется в конце Большой Покровской. Рядом здания Нижегородского областного суда. И где-то в 13.30 на столбе появляется табличка, на которой написано «Обзорная экскурсия по городу». Вот мы подошли, купили билеты, сейчас еще 10 минут погуляем и поедем. Экскурсия позволяет понять размеры города. Все-таки там живет больше миллиона человек. И Нижний Новгород – это, конечно, не только исторический центр. Плюс гид сориентировал по каким-то интересным местам, показал, куда, как добраться и что откуда посмотреть. Например, мы обратили внимание на парк с военной техникой. Там наверняка будет интересно мальчишкам. Есть вертолетная площадка, но у нас впереди еще канатка. Так что оставим часть экстрима на следующий визит. Интересно было съездить на неисторическую часть города, за окой раньше располагалась ярмарка. Она была городом в городе, со своим театром, цирком, ресторанами. Туда съезжались из разных мест, не только чтобы торговать, но и посмотреть на людей из разных стран, разговаривающих на непонятном языке и одетых в другую одежду. Ну и, конечно, слухи, сплетни, хвостовство – на это у нас сейчас есть социальные сети. Тогда функцию выполняла тоже ярмарка. Нижний Новгород называли «карманом России». Видимо, немалые финансы здесь крутились. Конечно, в городе много храмов, но первый раз в России на обзорной экскурсии нас заводили внутрь. О том, что нельзя снимать, никто не предупреждал. Насколько я знаю, из каких-то религиозных соображений это не запрещено, но почему-то женщина, которая там работает, завозмущалась. Я-то не настаиваю, но обидно, что православная церковь как-то часто такая отталкивающая. Это нельзя, то нельзя, так не смотри, сюда не ходи, страшно вообще зайти. Сколько негатива от людей. Но храм красивый, и в нем, наверное, могло бы быть спокойно и умиротворенно. Показали нам несколько музеев Горького. Город в советские годы назывался фамилией писателя, а точнее псевдонимом. И до сих пор многое в нем связано с известным именем. Не может не удивлять соседство в архитектуре разных эпох. Тут первый каменный дом. Там церковь старинная рядом с самой обыкновенной многоэтажкой. Деревянный особняк и железобетонное здание могут стоять по соседству. Закончилась экскурсия в Кремле и под дождем. Так что гиду пришлось изощряться, чтобы завершить свой рассказ о этих стен. Кстати, фотографии реальных участников войны их присылали сами нижегородцы. Так в городе решили увековечить имена и лицам советских солдат. На прогулку по Кремлю у нас еще будет время. А пока прятаться от дождя и рассказывать о ресторанных традициях города. Конечно, я не эксперт и основываюсь только на личном опыте. Это парочка мест за два дня. Тем не менее, бюджетным туристам надо быть осторожнее. Цены во многих местах, как в Москве. Что понравилось? В меню есть нормальные заварники на двоих по 800 мл. Простая вещь, а как приятно попить чая вдоволь. Что не понравилось? Нас нигде не встречали на входе. То ли совпадение, то ли этому не уделяют внимания. По крайней мере, днем. От этого рестораны Нижнего Новгорода показались негостеприимными. И еще. Город на Волге. Так и хотелось спросить, где раздел в меню с блюдами из речной свежевыловленной рыбы? И где маркетинг вообще спит? Пришлось остановиться на Дорадо на гриле. Благо, она была приготовлена невероятно вкусно и смягчила мой придирчивый настрой. Из топ-5 мест, которые надо посетить в Нижнем Новгороде, осталась самая страшная – канатная дорога. Канатная дорога находится далековато от центра. В принципе, можно доехать и на автобусе, но мы решили прогуляться пешком. И вот-вот мы уже почти у цели. Ориентир – мечеть. Поворачивать нужно к ней. Это, конечно, вид транспорта, но еще и очень популярный туристический объект. Очередь соответствует. В Марзолеи, мне кажется, в Советском Союзе меньше была очередь. Но не так страшно, хоть не одни там будем. Кстати, стояли не так долго, минут 30 плюс-минус. Бедные люди, которые живут в городе Бор, а канатка ведет туда. И вынуждены возвращаться домой. Они должны ненавидеть туристов, которые из их необычного общественного транспорта сделали аттракцион. Ну и если бронировать гостиницу в Бору, надо понимать, что туда придется возвращаться. И это гораздо сложнее, чем доехать на автобусе или метро. Говорят, днем очередь была до мечети. Что я здесь делаю? Человек, который всю жизнь боялся высоты. Ну все, пути назад нет. Это следующее наше. Запрыгиваем, запрыгиваем. О, Господи. Когда ты уже внутри, кажется, что кабинка едет очень медленно. Сейчас достанем. Здравствуйте, господи. И одна страшная. Оказавшись в воздухе, все замерли. Видимо, ждали, что будет страшно. Только шум. Дыхание. Спиение сердца. Мы двигались неспешно и плавно. О ветре напоминал только шум. Нас не раскачивало совсем. Панорама Волги потрясающая. Вся широта и мощь реки сверху воспринимаются иначе. Уходящая в ночь, она была особенно величественной. А вот суперселфи на канатке вряд ли получится. Город далеко, его почти не видно на камере. Встречай наш город Бор. И чтобы вернуться обратно в Нижний Новгород, нам нужно отстоять не меньше очередь, чем там. Потому что все, кто приехал сюда, они хотят вернуться обратно. Может, сразу занять очередь. Многие так и делали. Мы тоже не задержались в городе, а отправились назад. Нижний Новгород уже совсем погрузился в ночь. Глаза различались сушу и воду, а вот камера запечатлела только подсвеченные фонарями контуры холма и набережной. Тут еще выскочить надо успеть. Ууу, мы Нижний Новгород. Музей Горького я не захотела, зато пошла в тюрьму, где сидел в том числе, догадайтесь, кто правильно Горький. Но это не так важно. Просто интересно посмотреть, как содержали заключенных в начале прошлого века. Мы сейчас на Площади Свободы, а за моей спиной Нижегородский острог. По сути, тюрьма на Площади Свободы. Вот такой контраст. Дверь открыта. Ну что, посмотрим. Я понимаю, что от тюрьмы странно ждать не странной обстановки, но все-таки сейчас это музей, где люди. Что-то как-то здесь пустынно. Вроде написано, что филиал музея, но все двери закрыты. Посмотрим, что... Мы обошли все здание. Каких-то тайных входов не нашлось. Охранник, которого я все-таки достала, ответил, оказывается, музей перенесли. И тут нам ничего не светит. Бывает и такое. Ну, видимо, чтобы попасть в тюрьму или в острог, надо окно разбить или еще что-нибудь сделать. Но мы делать этого не будем. Займемся чем-нибудь более мирным. Беспроигрышный вариант Большая Покровская. Там всегда люди и ничего никуда не переносят, а наоборот даже выставляют. Есть тут такое местечко, кладовка. Оправдывает свое название. Сначала кажется, что это заброшенный двор, куда еще с сороковых сносят всякий хлам. Велосипеды, чайники, телефонная будка. Думаю, я могу назвать любой предмет, и он здесь найдется. Уличная часть экспозиции бесплатная. Но зайти внутрь тоже интересно. Ретро-выставки уносят в атмосферу советского прошлого. Того, что наше поколение не знает и не помнит, но почему-то нежно любит и ассоциирует с каким-то домашним уютом, теплом и приятными добрыми мыслями. Кстати, о мыслях. Пока я ностальгировала, услышала такую фразу от одной дамочки. Пойдем, говорит она своему спутнику. Что смотреть, если нельзя купить? Сувениры можно купить все там же, на Нижегородском Арбате Большой Покровской. Есть целые павильоны и лавки, а местные мастера выставляются прямо на улице. Мы нашли необычные картины. Скромные эскизы выполнены на бересте. Особенно понравились те, где в композицию включили выступы от дерева. Как-то это очень живо, естественно, но и красиво. Когда приезжаешь в новый город, кажется, что ты изучаешь его. Но на самом деле он сам ведет тебя, заводит в одни улочки и уводит от других. Например, в самый первый день из Кремля нас увела стена. Взобравшись на нее, мы вышли уже у Волги. Во время экскурсии дождь помешал прогулке по самой-самой исторической части Нижнего Новгорода. И только теперь город открыл нам свой Кремль во всей красе. Может быть, он ждал солнца, чтобы окончательно сразить нас. У многих, в том числе и у меня, первое впечатление от Нижегородского Кремля такое. Кажется, что он гораздо больше московского. Но на самом деле это не так. На несколько гектаров этот Кремль меньше. Но из-за того, что здесь вся территория доступна для прогулок, для просмотра, то он кажется просто гигантским. В московском Кремле все-таки закрыта часть территории. И плюс здесь просто потрясающие панорамы. И вид на Волгу, который отсюда, на своем слиянии с Акой, кажется просто морем каким-то. Нижегородский Кремль это не музей. Это скорее административная часть города. Там заседает местная дума, работает правительство. В общем, жизнь кипит, в том числе и культурная. Чтобы пойти в филармонию, нужно прийти в Кремль. Жаль, что на первомайские праздники, первого и второго, никаких концертов, никаких спектаклей. Все начнется уже третьего, но мы уже увидим. Да уж, глядя на эти стены и раскинувшийся на холме город, я не удивлена, что Нижегородский Кремль не удалось взять никому из врагов. Он еще на подходе, должно быть, внушал страх своим величием и мощью. Интересно, что чувствовали те, кто приближались к этому Кремлю и намеревались захватить Нижний Новгород? Мне кажется, он очень неприступный. Если Кремль разворачивает Думы в историческую плоскость, то прогулка по набережной возвращает легкость мыслям, дает ощущение отпуска. Тут настроение, как на море. Чайки кружат над рекой, люди радостные, с мороженными фотоаппаратами, улыбаются друг к другу, позируют своим спутником, смеются и наслаждаются чудесными часами отдыха. А прогулочные кораблики и заходящие сюда круизные пароходы манят в неизведанные дали изучать мир и родную страну. Мне кажется, отсюда, с Очкаловской лестницы, лучший вид и на Волгу, и здесь видно стрелку слияния с Акой. Поэтому прощаемся с Нижним Новгородом, мы на Очкаловской лестнице. Это наше второе восхождение. Редактор субтитров А.Семкин